Добрый вечер, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник». Думаю, что все, кто хотел присоединиться к нам уже в сборе, разумеется, те, кто не смог присутствовать, уже посмотрят запись, которая появится на нашем официальном канале «Амаркетс» на YouTube уже буквально завтра утром. Сценарий прежний, обозначим ключевые фундаментальные события прошлой пятидневки, на что нужно обратить внимание. Еще раз пройдемся, разумеется, по основным событиям, плавно перейдем к релизам этой недели. Ну и с заключительным слайдом поставлю конкретные ценовые ожидания по ключевым тандемам валютных активов. Разумеется, как уже отмечал сегодня на брифинге, этот слайд станет дополнительным подспорьем, плюс к вашему собственному видению рынка. И в целом так может вырисоваться уже более объективная картина, которая, собственно, будет позволять нам заключать, наверное, более взвешенные, правильные инвестиционные сделки и, соответственно, проводить правильный трейд. Проверка связи. Еще раз, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Если все отлично, можно поставить плюсики, тогда будем двигаться дальше. Отлично. Если проблемы возникнут по ходу вебинара, думаю, что те, кто постоянно посещает наши вебинары, разумеется, нужно будет об этом сообщить, попробую исправить на техническом уровне уже. Также не забывайте о том, что у вас есть возможность навести курсором мыши на мое изображение. Там бегунок с громкостью, разумеется, адаптировать этот параметр также под себя, если в этом есть необходимость. Ну что ж, туда предлагаю двигаться. Это неделька оказалась весьма интересной. Я думаю, что в целом, с фундаментальной точки зрения, она будет еще долго резонировать на основных валютных активах, потому что мы в какой-то мере, наверное, дождались того, что хотели услышать довольно-таки давно. Это новые меры экономического стимулирования со стороны Европейского центрального банка, Ну и, разумеется, еще и статистика по США, которая сделала нас ближе к самому, наверное, интересному фундаментальному событию последних месяцев. Но, правда, оно еще не реализовано в действительности, только ожидание. Это событие, конечно же, связано с повышением как косточных процентных ставок в США, то есть впервые за 10 лет. Давайте начнем с самого начала, с буквально первой торговой сессии. Европейская валюта, в частности, довольно неплохо, начало прошлой недели, и уже к вторнику смогла отбить у основного конкурента, разумеется, у доллара около 140 пунктов, снова вернувшись в район 1.13.13. Помимо технических факторов, предположающих возможности восстановительного отскока после активных продаж позапрошлой недели, поддержку главному валютному риску оказал уже и фундаментальный фонд. В частности, индекс производственной активности промышленного сектора Германии достиг максимального уровня с февраля 2014 года на 53,3, показатель против прогноза 53,2. Порадовали и данные по уровню безработицы в Германии минус 7,000, против прогноза сокращения на минус 2,000. Уровень безработицы в еврозоне оказался также на минимуме с 2012 года 10,9% против прогноза 11,1. Тем не менее, даже несмотря на действительно неплохие макроэкономические отчеты, изменить прежнее позиционирование, исходя даже из долгосрочной, среднесрочной оценки и сменить, опять же, ракурс ожиданий с негативного фона по Европе на позитивный лад, у нас по-прежнему нет никаких оснований, поскольку мы прекрасно знаем, с какими актуальными проблемами сейчас борется еврозона и, собственно, те стимулы, которые закладываются в основу преодоления актуальных проблем, они являются, наверное, ключевым катализатором тех инвестиционных идей, которые мы обозначили, в принципе, уже давно, но стараемся придерживаться их уже в дикимый период времени. Многие идеи уже реализованы, но еще есть те, которые мы планируем реализовать в самое ближайшее время, потому что, опять же, складывающийся фундаментальный фонд только позволяет нам, скажем, подтверждать правильность наших намерений и статистика, которую мы анализируем по регионам в целом, дополняет правильность нашего инвестиционного подхода. А сворачивать с этого пути, разумеется, ни в коем случае не нужно, потому что, уверен, дальше будет еще больше аргументов, которые позволят нам, скажем, усилить и подкрепить прежние инвестиционные идеи и продолжить, собственно, реализовывать их в том ключе, в котором мы это делаем уже много месяцев. Возвращаясь к еврозоне и, соответственно, к перспективам евро. Даже несмотря на несколько хороших, неплохих макроэкономических данных, я думаю, что те, кто внимательно следит как раз за общей ситуацией, касающейся валютного блока, прекрасно понимают то, что есть одна насущная проблема, которую никак пока не удается решить. Это проблема с низкой инфляцией. И каждый раз, когда мы начинаем обозначать эти риски для валютного блока, мы прекрасно понимаем то, что арсенал Европейского Центрального Банка, который позволяет бороться с этими проблемами, не такой уж и обширный. И есть самое главное средство, ну, в принципе, даже в теории это правильно, которое позволяет, скажем, создавать условия для постепенного роста индекса потребительских цен. Этим инструментом выступают как раз меры сверхагрессивного стимулирования и более агрессивные выкупы облигаций через программу количественного смягчения. Эта программа была запущена в марте, как вы прекрасно знаете, ее емкость 60 миллиардов в месяц, и продлится она до сентября 2016 года. Но опять же, судя по тем комментариям, которые мы получили в прошлый четверг, я уверен в том, что эта программа может быть легко оказаться продленной, быть продленной и, соответственно, оказывать еще большее давление на позиции главного валютного риска. Низкая инфляция. Я бы даже сказал, что месячные показатели – это уже регуляционная пропасть. И, значит, 60 миллиардов не хватает, недостаточно. Но, хорошо, сделаем скидку на то, что монетарное руководство валютного блока, но никак не могло предположить, что под таким серьезным давлением окажутся цены на энергоресурсы. И, разумеется, снижение цен на энергоносители болезненно сказывается на общих показателях по уровню инфляции и, разумеется, оказывает еще больше такой давляющий эффект на этот отчет. Еврозона явное тому подтверждение, хотя, наверное, какой бы развитый рынок мы сейчас не рассмотрели, везде похожие проблемы. Но высокой инфляции, пожалуй, нет ни в одном регионе, с точки зрения развитых рынков. Это одна из проблем, потому что низкая инфляция, как вы прекрасно знаете, это тот самый отчет, та угроза, которая сказывается на потребительской активности, но и, в конечном счете, не позволяет региону реализовать потенциал по темпам экономического расширения. Еврозона в этом плане, точнее, даже Европейский центральный банк молодцы, они стараются задействовать те возможности, которые имеются у них, и будем надеяться, что эту проблему удастся решить. Но для нас, конечно же, это позитивный сигнал, потому что решить эту проблему без доп. мер стимулирования никак нельзя. Значит, нам нужно продолжать готовиться к еще большим продажам евро, тем более, что мы сейчас обсуждаем только вербальный подход к этой программе. До фактических решений влечения программы выкупа облигаций еще дело не дошло, но я думаю, что оно не загорает. Еще больше внимания во вторник трейдеры уделили данным по уровню деловой активности в производственном секторе Китая, который оказался ниже уровня 50, то есть как раз той сакральной отметки, которая отделяет восстановление от стагнации, рискующей перерасти в рецессию. Но по Китаю, в принципе, говоря про макроэкономические данные, наверное, можно было бы удивиться, если бы мы увидели хороший релиз. В целом, не думаю, что кого-то удивила эта плохая статистика, я думаю, что только усилила, опять же, общие риски, которые сейчас характерны для экономики Поднебесной, и осознание того, что эти риски могут легко, скажем, транслироваться на соседние регионы и, разумеется, приводить к замедлению темпов экономического роста уже всей мировой экономики. Поскольку просел на производственный сектор, появились опасения за устойчивость и стабильность китайской экономики, что, в принципе, как и двумя неделями ранее, стало причиной повышенного спроса на защитные активы и оказалось отречущее давление на позиции американцев. Но это было только в начале недели. Поэтому, исходя из слабых данных промышленного сектора Китая, тех рисков, о которых я уже сказал, неудивительно то, что мы увидели продолжение коррекционной динамики по паре доллара и японской иены, и, по сути, эта пара просела конструкторно до уровня 119.35. Против, в принципе, доллара выступали еще довольно слабые, хотя довольно слабые, лучше опустите, скажем, это словосочетание, просто, скажем, против доллара выступали еще и данные по индексу деловой активности в производственном секторе АСМ. По факту, 50,1 против прогноза 52,6. Хотя, можно сказать, что негатив этой оценки был полностью нейтрализован хорошими цифрами от Маркет. Хотя, здесь уже, наверное, на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то отдает предпочтение оценке Маркет, кто-то делает большую ставку на АСМ. Я считаю то, что АСМ, наверное, более объективный показатель. Это как сравнивать оценку экономических ожиданий по немецкой экономике через ЗИУ и ИФА. ЗИУ является более объективным и стоящим показателем. Но все равно индекс держится выше 50. Он еще далеко не ушел, скажем, к минимальным уровням, которые можно было бы использовать в качестве подтверждения слабости сектора. Поэтому я не считаю то, что у нас, исходя из локального отчета, который не оправдал ожидания оптимистов, можно делать ставку на то, что, в принципе, страдает весь сектор, и, значит, доллар будет тоже терять, и, разумеется, ПРС из-за этого будет вынужден отложить к рассроте повышения косрочных процентных ставок. Нет, конечно же, таких ожиданий нет. Во вторник вышли данные по ВВП Канады минус 0,5% квартальных евроин против прогноза сокращения на минус 1%. В результате по итогам дня потери не избежал и канадский доллар, снова уйдя выше уровня 1,3250. Стоит отметить, что на канадца оказалось существенное влияние еще 10% на снижение стоимости нефти, которое мы наблюдали во вторник. Кстати говоря, насчет причин, почему нефть так сильно опросила, опять же, я думаю, ключевой фактор коррекционной динамики черного золота, именно были плохие данные по Китаю, потому что, как я уже отметил, из-за снова появившихся рисков за сточивость и стабильность китайской экономики, снова стали все говорить о том, что худшие времена еще, скажем, только впереди. И, разумеется, дальнейшее замедление Китая будет сказываться на снижении темпа экономического роста мировой экономики. Ну и в конечном счете, так, если логически продолжать цепочку, приведет к снижению спроса на энергетическое сырье и, соответственно, скорректирует цену. Но это, скажем, фонд, который создает предпосылки для торговли на настроение. Конечно же, мы обращаем на них внимание, но мы прекрасно понимаем то, что настроение – это еще, скажем, неопределяющий фактор, который нужно использовать в качестве ключевого фундамента для принятия решений о тех или иных разделках. У нас есть факты, у нас есть статистика по нефти и по объемам производства, даже по ожиданиям, хорошо, они со временем тоже эти ожидания по энергетическому рынку легко трансформировались в факты и статистики, у нас по-прежнему достаточно аргументов предпосылок, продолжая делать ставку на снижение цен на, разумеется, черное золото. И, опять же, каждый день в ходе брифингов мы актуализируем эти идеи. Если появляются дополнительные информационные сообщения, мы о них сообщаем. Я думаю, что вы, разумеется, в курсе, если следите за брифингами, о том, что же сейчас является, скажем, движущими силами всех основных активов, которые представлены на финансовом рынке. И по нефти то же самое. Сохраняем коррекционную идею и, разумеется, судя по фундаменту, опять же, объективному, я думаю, что черное золото, как уже отмечалось ранее, может просесть еще серьезнее. В среду ситуация после потерь американца, которые он понес во вторник, в среду уже ситуация изменилась. И, в частности, здесь нужно уже сказать про поддержку, которая пришла со стороны американского рынка труда. Потому что в среду у нас перед Non-Farm Fairless традиционный отчет от EDP, который также анализирует состояние американского рынка труда. По факту EDP можно было прийти к выводу о том, что восстановительный импульс сохраняется. 190 тысяч против прогноза 200. 190 тысяч, я уверен, что это очень хороший отчет. Я думаю, что никто с этим спорить не будет. Это действительно достойный показатель по числу новых рабочих мест. И, в целом, после таких данных у нас были все основания, условия для того, чтобы готовиться к довольно неплохой для потенциального доллара торговой сессии пятницы, когда должна была быть опубликована официальная статистика от Министерства труда. В принципе, так оно и было. Чуть оручировали производственные заказы. 0,4% это в месячном эквиваленте против прогноза 0,9%. Тем не менее, положительная тенденция прослеживается и в промышленном секторе тоже. Утром в среду вышли еще данные по темпам экономического роста Австралии, которые подтвердили скепсис трейлеров. 2% против прогноза 2,2%. И общими стараниями, опять же, из-за слабых ВВП, из-за до этого плохих данных по роничным продажам, хотя тут уже в целом логика вырисовывается. Причинно-следственная связь. Из-за падения инвестиций, из-за снижения цен на сырьевые товары, из-за замедления экспорта на территорию близлежащих основных торговых партнеров Австралии, прежде всего Китай, опять же, из-за замедления темпов роста китайской экономики. Я уверен, что Австралия никак не сможет обойтись без дополнительных стимулов. И как они не хотели раньше прогнозировать то, что последнее снижение процентной ставки – это последний этап смягчения монетарного курса за последнее время. Я считаю, что этот тренд действий решительных со стороны Резервного банка Австралии будет продолжен. И, разумеется, еще одно снижение ставки на фоне тех рисков, которые я сейчас, в принципе, уже обозначил, может привести Австралийцев к еще более низким ценовым уровням. Тем более, что ряд инвестиционных банков по Австралийцу против доллара ставит цель даже движения в район 0,62-0,63. До этого уровня сейчас, ну, почти, если уж совсем округлить, около 700 пунктов. Я думаю, что пока, конечно же, это крутовато, но надеяться на просадку в 150-200 пунктов можно практически из железобетона еще. Каждый брифинг мы возвращаемся к идеям касательно австралийца, но практически каждый. И если появится какой-то дополнительный новостной фонд, разумеется, я буду лежать вас в курсе происходящего. И если, опять же, будут какие-либо основания, чтобы мы скорректировали свои ожидания по этому активу, я постараюсь их обозначить. И вместе с вами мы примем уже новое решение касательно трейдинга по Австралийцу против доллара. Опять же, реагируя на слабые данные по АВВП, австралийец, разумеется, просел и реализовал нашу долгосрочную инвестиционную идею, снизившись ниже уровня 0,70. Пара доллара японская иена в среду снова вывелась в плюс, опять же, благодаря данным GDP, и оказалась выше уровня 120 евро, просела до уровня 1,12,23. Стоит также отметить еще данные по запасам нефти в США уже по версии официальных статистов от Минэнерго. Запасы увеличились в плюс 4,6 миллиона против прошлого снижения на минус 5,4 миллиона. Разумеется, такой контраст должен был создать, скажем, все основания для того, чтобы нефть просела еще все ездили. Правда, этого не произошло. Логика, наверное, оказалась где-то в сторонке, поскольку в рамках дня, даже после публикации этих данных нефти, снова подросла и оказалась выше уровня 50 долларов за баррель. И тогда же мы сразу поставили вопрос, надолго ли эта динамика. Ответ напрашивался сам собой, разумеется, нет, потому что, еще раз повторяюсь, реагировать на вот эти настроенческие выпады по позициям черного золота сейчас не нужно, потому что бренд уже серьезно просел вместе с маркой WTI, и произошло это по причине, опять же, детального глубокого анализа общего фундаментального фона, фактов, статистики и реальных данных. И сейчас все эти, скажем, аргументы, они остаются в силе, и мы, наверное, не можем поставить крест ни на одном из них, чтобы попытаться найти какую-то возможность для покупки черного золота. Нет, среднее долгосрочное позиционирование позволяет нам, опять же, не отказываться от нашей короткой идеи, и мы все правильно делаем, потому что, действительно, бренд снова приседает и уже торгуется ниже 50 долларов за баррель. В четверг оказался еще интересный, поскольку в четверг мы, разумеется, уже фокусировались на Европейском центральном банке, на публикации ставки и заседания, где с речью должен был выступить, и, собственно, выступил председатель ЕЦБ Марио Драги. Что касается ставки, ставка рефинансирования так и осталась на прежнем уровне, на целых 0,05%. Разумеется, менять ее сейчас не нужно, тем более ни в коем случае нельзя ее повышать, потому что экономика не сможет справиться без поддержки со стороны монетарных властей. Ставка должна находиться на низком уровне, и даже низкой ставки сейчас недостаточно, потому что ЕЦБ уже запустил программу количественного смягчения, и мы уже готовимся к тому, что эта программа может быть увеличена в самое ближайшее время. Ставка по депозитам на отрицательной территории также минус 0,2%. Еще раз напомню, почему Центральный банк держит отрицательную процентную ставку, потому что хочет, чтобы банки, имеющие свободную ликвидность, инвестировали их в реальный сектор экономики, но ни в коем случае не переводили на корс счета в Центральном банке. На самом деле ЕЦБ буквально в 2012 году сам себя подловил на неправильности монетарного курса. Напомню, что тогда Европейский Минорегулятор раздал коммерческим банкам свыше 1 миллиарда долларов, точнее даже почти 1 триллион долларов, и все эти деньги через какое-то время вернулись на счета, опять же, в Центральном банке и не пошли в экономику. Чтобы не допускать повторения этих проблем, чтобы были созданы все условия для стимулирующего развития экономики, для того, чтобы активизировались процессы кредитования, для того, чтобы рос рынок кредитования, чтобы развивалось промышленное производство, рынок сферы услуг, и тем самым достигались оптимальные необходимые показатели по темпам экономического расширения. ЕЦБ, собственно, установил отрицательную процентную ставку и держит ее уже довольно-таки долго. Основной негатив для евро был вызван комментариями председателя Европейского Центрального банка, уже Марио Драги, поскольку, как стало известно, ЕЦБ действительно обеспокоен возросшими в последнее время дефекционными рисками, и обозначая вероятность еще большего давления на показатель инфляции со стороны, опять же, низких цен на энергоисурс, о чем я уже говорил, готов при необходимости перейти к более агрессивному выкупу активов. Драги также отметил, что замедление темпов роста Китая представляет серьезную угрозу для всей мировой экономики. Об этом мы также знаем, и, разумеется, эти риски начинают дисконтировать уже на национальном уровне и еврозонах. В данном случае дополнительный риск создает лишь еще больше условий к тому, что ЕЦБ должен, опять же, сохранять свою проактивную позицию и задействовать более агрессивные действия по стимулированию экономики. Поэтому, еще раз повторяю, что Драги в этом ключе, конечно же, нужно сказать спасибо, потому что мы дождались, наконец-таки дождались спустя много месяцев фактического анонса дополнительных стимулов, и это произошло в прошлый четверг. Когда именно это произойдет, я думаю, что это вопрос самого ближайшего времени. Каждый следующий отчет по уровню инфекционного давления мы будем как раз анализировать через призму влияния на фактическое решение по расширению этих стимулов. Но, еще раз повторяюсь, радоваться нечему, месячный показатель уже находится в реферационной зоне, и при сохранении, опять же, коррекционного настроя вектора черного золота у нас будут достаточно оснований для того, чтобы, разумеется, сохранять прежние ожидания, активно осылить европейскую валюту, и в целом не отказываться от идеи, которая предполагает возможность посадки евро-доллара даже в район 1.05, а может быть, даже позиционное движение к уровню паритета. Но это совсем долгоиграющая инвестиционная идея, у нас есть более приближенные ожидания, и пока мы их не реализуем, обозначать новые, давайте все-таки не будем. Поскольку вероятность более агрессивного выкупа активов была, разумеется, анонсирована, это стало причиной давления на позиции евро, и мы видели, как основная валютная пара просела на 100 пунктов до уровня 1.11.22. Сдал позиции и прочий риск, и фунт, в принципе, это было характерно для австралийцев и новозеландцев. Ну и, собственно, пятничная торговая сессия, разумеется, non-farm barrels, отчеты традиционные, сразу в нескольких плоскостях анализируемые эти данные, через, собственно, уровень безработицы, новые рабочие места и, разумеется, влияние на общий показатель по росту заработных порок. Что касается фактического прироста новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, 173 тысячи против прогноза 220 тысячи. Уровень безработицы 5,1%, против прошлого 5,3. В принципе, на этом уже можно было бы остановиться, поскольку уже, можно сказать, учитывая эту статистику, одна из ключевых проблем, которая была характерна для американского рынка, это очень высокий процент безработицы. Она решена. Цель 5%, но, учитывая, какими темпами двигается американский рынок труда, в плане улучшения, цель будет реализована. Я не удивлюсь, если уже по итогам, скажем, опять же, уже октябрьских Non-Farm Perils, тогда мы увидим обновленные показатели. Поэтому 5%, как и ожидалось нами ранее, учитывая динамику заявок на посуде по безработице, все, эта цель выполнена, молодцы, докризисные, скажем, показатели восстановлены. То, что мы наблюдали в пик такого активного роста США в 6-7 году, это сейчас уже снова прежняя, старая, новая реальность, которая только позволяет петь дифирамбы этому сектору, ведущей экономике мира. Еще большее внимание, как я отмечал уже, еще даже в пятницу в ходе брибинга, нужно было обратить на рост заработных плат, и здесь также позитив 0,3% против прогноза 0,2%. Планомерно мы быстро вышли с нулевого показателя на уже очевидный прогресс. Я думаю, что он будет сохраняться. И хорошо то, что удается показывать, в принципе, неплохую статистику даже на фоне тех рисков, которые характерны для мировой экономики. Я думаю, что если бы ситуация была более стабильной, спокойней на рынке, наверное, и статистика была бы еще лучше. Но, учитывая, как мы, скажем, констатируем прогресс по ключевым секторам американской экономики, я думаю, что США уже доказало всем, даже самым негативно настроенным трейдерам, касательно того, что США будет оставаться по темпам экономического роста, конечно же, ключевым рынком. Мы в этом, по сути, убеждаемся каждый раз, когда видим обновленные данные по ОВП. Судя по, опять же, анализу других секторов, сомнений в этом нет, что эта тенденция сохранится и дальше. Но нас, прежде всего, конечно же, сейчас интересуют сроки повышения процентной ставки. И когда же эта статистика убедит тех, кто принимает решение о разгоне крокосочных процентных ставок. Много представителей ФРС уже склоняются в пользу того, что это необходимо делать. Напомню, что несколько недель назад мы анализировали множество комментариев голосующих членов ФРС и услышали такую уверенную позицию со стороны также многих голосующих членов о том, что они готовы отдать свой голос за нормализацию денежно-кредитной политики. Потому что той статистики, которую мы наблюдаем в последнее время, тех фундаментальных аргументов, их действительно достаточно, чтобы в целом констатировать очевидный прогресс, улучшение ситуации. Ну и готовность все-таки экономики США к тому, чтобы наконец-таки перейти к сознательному периоду постепенного разгона процентных ставок, ужесточения, нормализации денежно-кредитного курса и анонсировать это решение, которое мы ждем. Но лично я его жду больше двух лет уже. И сейчас мы как никогда близки к нему, потому что сентябрьское заседание состоится вот уже буквально через полторы недели. Совсем чуть-чуть. И быть может, действительно, сентябрь будет как раз тем самым историческим месяцем, который войдет в историю, который еще очень долго будут обсуждать, потому что, может быть, именно с 17 сентября на финансовых рынках начнется новая эра. Собственно, это основные фундаментальные события прошлой пятидневки. Я думаю, что в целом освежили представление о фундаментальном фоне и прекрасно понимаем, с чем мы имеем дело. Давайте теперь плавно переходить к основным событиям этой пятидневки. Завтра по Китаю экспорт. Здесь этот отчет я обозначил, наверное, как один из самых основных, потому что сейчас статистики именно поднебесной. Будет приковано максимум внимания. И отчет по индексу производственной активности в прошлой неделе явно тому стал доказательством, потому что именно от него, в принципе, трейдеры отталкивались в торговле буквально всеми финансовыми активами, которые представлены на мировом рынке, потому что, напомню, негатив по индексу производственной активности стал причиной, опять же, панических настроений, опасений выхода в защитные активы и соответствующей разгрузке рисковых инструментов. Также стал активно приседать и нефть. Я думаю, что если экспорт в этот раз подведет, хотя это не самый основной блок статистики по Китаю на этой неделе, если экспорт не совпадет, скажем, с прогнозными ожиданиями или окажется гораздо хуже этой медианной оценки, у нас будет, разумеется, серьезный фактор негатива, который непременно приведет к, скажем, тенденциям, который мы уже наблюдали несколько недель назад по рынку финансовых инструментов. В среду промпроизводство по Англии, оценка темпов роста ВВП, опять же, думаю, логично будет проанализировать этот отчет после динамики промышленного производства. Решение Банка Канады по процентной ставке, но и традиционный отчет среды по рынку энергоэсурсов, это запасы нефти и нефтепродуктов по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки. По фунту здесь у нас будет возможность оценить состояние промышленного сектора. Думаю, что, опять же, забегая вперед, наверное, вряд ли мы увидим хороший макроэкономический отчет, соответственно, с рисками, которые характерны для рынка, точнее, для сектора услуха Англии, рисками, которые связаны с отложенными сроками повышения процентной ставки, достижения целевого показателя по инфляции. И, как уже сегодня также отметил на брифинге, есть еще на повестке и политическая составляющая, которая также явно не будет способствовать притоку инвестиций в этот регион и не будет приводить к усилению, скажем, спекуляций на тему торговли длинными сделками по британской валюте. Поэтому, в целом, у нас локально даже пока по британской валюте, кроме технических факторов, зацепиться не за что, но техника сегодня, да, согласен, если была возможность у вас проанализировать, либо даже посмотреть динамику британца против доллара сегодня, это восстановительная торговая сессия, мы, конечно же, поговорим об этом завтра, но я думаю, что ключевая причина – это технические факторы, потому что мы даже сегодня в ходе брифинга отметили факт близости мощной поддержки, которой, разумеется, должна была пойти вот эта локальная проторговка и реализация легкого бычьего ралли, что в целом поспособствовало тому, что фунт не слегка креп против американцев. Но это, скажем, локальное бычье ралли, которое в качестве аргумента, повода имело лишь только техническую составляющую, и с фундаментом, который мы сейчас, опять же, позначили бороться, будет очень трудно. Поэтому, думаю, что не пройдет много времени, как мы снова вернемся к определению новых коррекционных целей, хотя мы их уже и поставили сегодня. Правда, сделали это через возможный трейдинг по паре фунт-доллар только с использованием отложки селл-стопа, отложенного ордера с уровня 1,5250 или даже 1,50-1,50. К сожалению, сейчас у меня нет актуальной цифры. Если бы, конечно же, была, я бы смог более актуально обозначить этот ценовой ориентир. Но завтра мы снова будем актуализировать эти идеи, и, соответственно, завтра мы вернемся к этому тандему валютных активов тоже. Банк Канады. Стоит ли сейчас ожидать снижения процентной ставки? Конечно же, нет, потому что прошло еще слишком мало времени после последнего шага по смещению экономической политики. Да, мы прекрасно понимаем то, что снижение стоимости черного золота приводит к негативной реакции на канадскую валюту, потому что канадский доллар, собственно, так же, как и сырьевый инструмент, очень зависит, скажем, от стабильности рынка энергоресурсов. И, действительно, нефть также является одной из основной экспортной статьи для канадской экономики. Поскольку у нас есть соответствующие ожидания по статистической просадке черного золота, разумеется, пока не отказываемся от таких же долгоиграющих инвестиционных идей, связанных с ослаблением всех сырьевых валют. И здесь также стоит отметить еще и рубль, который полномерно приближается к уровню 70 рублей против доллара. По USD-каду мы поставили долгосрочную цель, новую уже, это движение выше уровня 1.34. Я думаю, что пройдет, может быть, не больше квартала, и мы сможем по этой валютной паре USD-кад добраться даже до уровня 1.35, который был анонсирован многими инвестиционными банками. В четверг решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. После этого конференция поставили уровень занятости и самые важные отчеты, это по Англии, голосование членов по денежно-кредитной политике и, соответственно, голосование по объему выкупа активов и стабильности процентной ставки. Но здесь ожидать каких-либо изменений не стоит, потому что и процентная ставка, и объем выкупа активов останутся на прежних уровнях. Но куда больше будет интереса вызывать именно факт голосования, потому что в последнее время позиция меняется, остановка сил также, скажем, весьма волатильна. И из девяти голосующих членов сейчас, конечно же, большинство предполагает возможность переноса сроков, связанных с повышением процентной ставки. Я думаю, что в этот раз, может быть, даже мы увидим большинство тех, кто выскажется за необходимость отложить это решение, которое уходит уже как минимум на конец 2016 года. Хотя я думаю, что конец 2016 года это слишком оптимистичное ожидание. С учетом текущего показателя по инфляции, а Банк Англии непременно пляшет от этого отчета, наверное, повышение процентной ставки стоит ожидать, может быть, даже не раньше первого, а то и даже второго квартала 2017 года. Поэтому долгосрочно, пока британская валюта засыпится, разумеется, не за что. Но для нас это еще один сигнал в пользу того, чтобы продавать также позиционно британцы против американского конкурента. Ну и в пятницу очень много статистики будет опубликовано по Китаю. Это капиталовложение в хозяйство, роничные продажи и промышленное производство. Здесь в целом, конечно же, нагрузка на рынок будет серьезная, потому что эти отчеты, наверное, самые интересные макроэкономические лизы по Китаю. Но, опять же, надеяться на то, что роничные продажи смогут оправдать ожидания оптимистично настроенных трейдов, либо промпроизводство подрастет, я бы не стал. Сейчас нужно все-таки смириться с тем, что 2015 год очень слабый для не только экономики Китая, но и для мирового рынка в целом. И, наверное, как ни крути, но 2015 год будет завершен Китаем на очень такой минорной ноте, что, разумеется, можно будет уже подхватывать через слабые макроэкономические данные. Но нет действительно предпосылок для роста роничных продаж и промышленного производства. Поэтому, прежде чем, конечно же, меры активной поддержки Народного банка Китая будут иметь какие-то позитивные плоды, вот это активное стимулирование приведет к улучшению того же самого промышленного сектора, должно пройти какое-то время. Даже исходя из классической экономической теории, это не меньше полугода. Поэтому тут и остается всего лишь 4 месяца до конца 2015 года. Я считаю, что он будет закрыт очень плохо. А значит, от этой статистики не жду ничего хорошего. Напротив, жду еще одного сигнала бедственного положения экономики Поднебесской, что в целом будет приводить к соответствующей реакции на рынки финансовых активов. Но если статистика будет уж совсем плохая, разумеется, можно будет смело активно продавать черное золото. И по идее, наверное, может быть даже стоило бы сделать ставку на продажу доллара. Потому что в связи с вероятностью рисков, связанных с устойчивостью и стабильностью китайской экономики, снова повысится интерес к защитным активам. Но пока я бы даже при всем этом, при таком логичном подходе, не торопился бы с продажами американской валюты. Потому что у нас фактически на носу заседание федеральной зерной системы и решение о повышении процентной ставки. Этот фонд будет более определяющим. И, соответственно, на него, мне кажется, сейчас нужно делать основной упор и основную ставку. Пока доллар, скажем, отрабатывает инвестиционную идею, связанную с тем, что он продавая на ожиданиях, покупая на фактах. Может быть, действительно, чем ближе мы подойдем к заседанию, тем больше интерес будет к доллару. И, соответственно, тем более выраженная бучераль будет прослеживаться в динамике пары доллар-японская иена. Но поскольку мы, помимо долгосрочной цели, еще ориентируемся и на среднее долгосрочное позиционирование, еще раз повторяю, что наша цель по паре USD иена предполагает возможность активного роста и движения выше уровня 125, то есть еще 500 пунктов в запасе. И от этой идеи я отказываться не собираюсь. Также не менее важный отчет будет по инфляции в Англии, поскольку именно, как я уже отметил, от показателя по инфляции будет зависеть сроки повышения процентной ставки. Но, опять же, на фоне снижения ценной энергоресурсы, думаю, что как ни крути, но ожидания будут снова размытыми, и ничего хорошего мы не увидим по факту достижения показателей, даже хотя бы приближения показателей к целевым значениям. Поэтому риски дефляции сохранятся, они такие же, на самом деле, актуальны, как и в еврозоне в целом. А значит, через, опять же, этот отчет у нас, наверное, будет плюс еще один аргумент для оппозиционной продажи британского валютного актива. Ну и, собственно, прогнозы по основным валютным парам. Евро-доллар ждем 1,1050, австралиец против доллара 0,69, USD иена 120. Пока, конечно же, умеренные ожидания, потому что никак не хочется сдаваться это сопротивление в районе 120. Но это вопрос ближайшего времени. И фунт это движение в районе 1,52. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, конечно же, задавайте, попробуйте на них ответить.